В эфире Буктовые итоги недели. Я Павел Белявский и корреспонденты информационного отдела расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя, что нового и интересного произошло в городе Бресте. Сегодня в выпуске. Указом президента номер 270 за рождение и воспитание пяти и больше детей почетной награды Ордена Матери удостоены 64 белорусские, из которых 58 – жительницы Брестской области. На текущей неделе состоялось награждение 12 мам, проживающих в московском районе города Бреста. К осенне-зимнему отопительному сезону будем готовы. Во властном центре уже заменено более 5 километров тепловых сетей, которые прошли испытания на плотность и прочность. 17 августа в Бресте стартовал международный турнир Кубок Белгазпромбанка. Накануне открытия сезона 2018-2019 прошла открытая тренировка мешковцев. Об этом и не только прямо сейчас. В Беларуси поддержка материнства и детства, а также обеспечение достойного уровня жизни многодетных семей всегда были и остается в числе главных государственных приоритетов. Социальная политика дает свои плоды. Количество многодетных семей с каждым годом в Бресте увеличивается. Кроме того, Брещину можно смело назвать многодетным лидером Беларуси. Указом президента номер 270 за рождение и воспитание пяти и больше детей почетной награды Ордена Матери удостойны 64 белорусски, из которых 58 – жительницы Брестской области. На днях состоялось награждение 12 мам, проживающих в московском районе города. Виктория Сащенко побывала не только на награждении, но и в гостях у одной очень замечательной матери-героини. Даже когда день не задался, настроение хмурое, да все это проходит, когда встаешь, тебе муж делает чашечку кофе, улыбнется. Ну, как все мамы, мы можем поворчать с недовольным настроением, что мы не выспались, не отдохнули. Но это все очень быстро проходит, когда дети начинают двигаться, начинают спрашивать что-то, у них свои эмоции и о своих проблемах просто забываешь. Скучной жизни в этой квартире не бывает. Пусть порой хлопотно, но зато всегда шумно, весело, празднично и очень душевно. Каждый день, в каждом поступке своих пятерых детей родители пытаются разглядеть таланты. Рукодельницы, художника, математика, филолога. Их большая семья – маленькая страна, где обязанности четко разделены. Старшие берут на себя часть маминых забот. Все для того, чтобы помочь самому дорогому человеку в жизни. Естественно, старшие дети, муж, они позволяют мне уделять себе время, чтобы быть красивой. Заботиться о том, чтобы я сходила в парикмахерскую, сделала маникюрчик, полежала в ванной. То есть это важно. В семье должна быть не только любовь, но и понимание, и уважение. Вот нам мама всегда говорит, чтобы мы уважали друг друга, потому что без этого не будет ничего. Воспитание своих детей и содержание дома, ну, как это правильно сказать, очага, наверное, да, хотела бы быть похожа на маму. Современное общество сегодня неоднозначно относится к женщинам, которые подарили жизнь нескольким детям. Одни по-хорошему завидуют, другие относятся с уважением. Немало и тех, кто считает, что единственный мотив у многодетных родителей – социальные бонусы и льготы. На это героиня нашего сюжета реагирует спокойно и с улыбкой. Я просто счастлива за свою семью и горжусь своими детьми. А остальное – это просто такие пустяки. Когда берешь маленькое чудо на руки, это, наверное, для каждой женщины самое огромное счастье. Для орденоносной мамы Алиси Пурик эта неделя была особенно волнительной. Главное событие в летописи жизни ее семьи – орден матери. На церемонии высокую государственную награду вручили 12 брещанкам. Почетный орден сопровождает подарок и денежная выплата в размере пятикратного бюджета прожиточного минимума. Каждая из мам такое внимание, конечно, очень приятно. Но куда ценнее другое – благодарность своих детей. А полученную медаль сегодня можно сравнить с боевой. Ведь родить и воспитать пятерых сравнимо с настоящим подвигом. Мы стараемся со своей стороны оказывать полное содействие и в обеспечении садиками, и школами. В первоочередном порядке многодетных семей. И за счет государства предоставляется внеочередное жилье. Количество мам увеличивается. На сегодняшний день у нас уже 271 мама-героиня в районе. Сегодня мы исполним почетную и хорошую миссию вручения орденов матери. Конечно, посвятить себя воспитанию детей, на мой взгляд, это самый большой подвиг для женщины. Все те гарантии государственные, которые существуют, это и экономические, и трудовые, и пенсионные, и социальные, и другие по поддержке семейных ценностей. Вот это все в комплексе и дает, наверное, такие вот результаты. Виктория Сащенко, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук. Итоги недели. К другим темам. Несмотря на довольно высокие температурные показатели за окном, специалисты котельного хозяйства активно трудятся в рамках подготовки к отопительному сезону. Причем большой фронт работ уже проделан. Все для того, чтобы включение систем теплопотребления прошло по графику. Наш корреспондент Анастасия Наздрин-Плотницкая побывала на главных объектах города, где сегодня сконцентрирована деятельность представителей котельного хозяйства и узнала, насколько готов областной центр к встрече с холодами. Адрес улицы Куйбышева, 90. С одной стороны, уютный двор дома окружает территорию центрального проспекта. С другой улицы Дзержинского и прямой выезд на городской Арбат. Именно здесь сегодня проходит серьезная модернизация. Специалисты котельного хозяйства заменяют старые трубы. Проводим модернизацию тепловых сетей по адресу Куйбышева, 90. В данный момент происходит монтаж трубопровода системы отопления на живой дом Куйбышева, 90. Планируем завершить мы 25 августа обратную засыпку этого объекта. Работа на объекте сосредоточена на двух площадках. В середине теплового узла и непосредственно у фундамента дома. Таким образом модернизируется вся цепь. Конечно, определенные неудобства местные жители ощутили. Однако важен результат. Зиму люди проведут комфортно, не беспокоясь за то, что смогут остаться без тепла или горячей воды. К слову, на 93 центральных тепловых пунктах города профилактические ремонты и испытания оборудования уже проведены. Согласно плану мероприятий по подготовке предприятия к предстоящему отопительному сезону, все оборудование 30 котельных и 110 центральных тепловых пунктов нашего предприятия пройдет техническое обслуживание. То есть все будет готово. Тем временем на 10-м участке котельного хозяйства, который располагается в районе Катинбор, Ренессанс переживает несколько важных тепловых элементов. Во-первых, проходит капитальный ремонт котла. Процедура непростая, однако к сроку сдачи специалисты обещают справиться. Это идет ремонт, капитальный ремонт котла, соответственно, графика плана предупредительных ремонтов. Процесс, конечно же, очень сложный. Это замена и дымогарных труб, и ремонт колосникового пространства, и ремонт обмуровки котла. То есть, в принципе, работ очень много. Замена зимнего сетевого насоса – еще один концептуально отличный проект на участке. Необходимость продиктована временем. Комплекс заменяется на более новый и менее энергозатратный. Работы здесь сегодня выходят на финишную прямую. Работы выходят на финишную прямую, завершающий этап. На котле сохнет обмуровка, на установке насоса остаются буквально минимальные работы по изоляции трубопровода, по проверке, испытания, все в таком плане. В рамках подготовки города к отопительному сезону 2018-2019 всего было заменено более 5 километров тепловых сетей. Все тепловые сети прошли испытания на плотность и прочность. Согласно плану мероприятий, все оборудование котельных и центральных тепловых пунктов переживет профилактический ремонт. Уже сегодня в этом вопросе специалисты котельного хозяйства выходят на финишную прямую. Поговорим о здоровье. Болезни системы кровообращения. Сегодня они являются одной из самых актуальных проблем научной медицины и практического здравоохранения 21 века. В Беларуси это заболевание занимает первое место среди причин инвалидности и смертности. Это не звоночек. Эта фраза звучит как набат. А потому в государственной программе «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2016-2020 годы отдельным пунктом обозначена эффективная профилактика и снижение заболеваемости, смертности, инвалидности от болезни системы кровообращения. Продолжит тему Лариса Осмолович. Как страшно принять факт изменения жизни, своей или близкого нам человека. Когда восприятие мира меняется за несколько секунд, и ты уже ничего не можешь сделать, ничем не можешь помочь. Секунда. И обратный отсчет практически невозможен. Инфаркт, инсульт. Эти два слова делят жизнь на до и после. Но все возможно, если к своему здоровью относиться ответственно. Это посыл акции «Здоровое сердце. Залог успеха». Доктора сегодня стучатся во все двери, чтобы донести до нас, людей, важную информацию. Заставить нас, людей, заботиться о себе. Самая главная цель этой акции – это научить людей осознанно относиться к своему здоровью, выявить факторы риска, которые способствуют заболеванию сердечно-сосудистой системы, помочь людям научиться жить с имеющимися факторами. Может быть, какие-то факторы нивелировать. Но самое главное – предотвратить заболеваемость. То есть это первичный уровень выявления для того, чтобы дальше люди жили со своими заболеваниями, либо знали, как делать, чтобы остаться здоровыми. Берестийский пекарь, Брест-водоканал, Брест-хлебопродукт, комаровка – это малая часть предприятий, на которых уже побывали специалисты Зонального центра гигиены и эпидемиологии и областного кардиодиспансера. На этой неделе профилактический осмотр прошли работники открытого акционерного общества «Брестмаш», который предваряла лекция врача-психотерапевта, познавательная, основанная на конкретных примерах. Каждый автомобиль имеет в себе мотор. Каждый из нас ежегодно проходит технический осмотр и смотрит состояние своего мотора в своем автомобиле. И понятно, что если он не пройдет техосмотр, транспортное средство не будет допущено к тому, чтобы оно передвигалось по нашим дорогам. Точно так же в нашем организме таким же мотором является наше сердце. Самое главное, чтобы они подумали о своем здоровье. Вот что мы стараемся донести. Чтобы они понимали, что здоровье в первую очередь зависит от них, от того, какой образ жизни они ведут. И чтобы они обратили внимание на какие-то определенные симптомы, смогли вовремя обратиться к доктору. Сотрудники завода имели возможность сделать электрокардиограмму, измерить артериальное давление. Специалисты также измеряли внутриглазное давление. Без отрыва от производственного процесса можно было сделать экспресс-анализ на содержание холестерина и уровень глюкозы в крови. А далее, уже в соответствии с результатами анализов, врачи, кардиолог, офтальмолог, эндокринолог и терапевт проводили консультации. Что важно, определялся индекс массы тела, тем самым выявлялась степень риска заболеваний системы кровообращения. Этих самых рисков немало. Это, безусловно, курение, это, безусловно, избыточное употребление неправильной пищи, а в ней избыточное употребление поваренной соли и употребление алкоголя. Но и в 21 веке таким фактором, который отрицательно влияет на наше сердце, это вопросы гиподинамии, что мы мало двигаемся. Пациенты, у которых была выявлена патология, получали направление на внеочередное дообследование и лечение в областной кардиодиспансер. Возможность помочь человеку в этом учреждении здравоохранения очень много. Во-первых, консультацию кардиолога, невролога, и они вам укажут на ваши факторы риска каждому пациенту, как с ними бороться. Если есть какая-то уже патология, назначить соответствующую терапию, чтобы какие-то осложнения развились как можно позже и не развились вообще. У нас плюс очень шикарная диагностическая база, то есть как ультразвуковая диагностика, так функциональная. Это нагрузочные пробы, это исследование сердца в течение суток, кардиограммки, и более уже высокие технологии, которые выполняются только на нашем уровне. Это и стентирование коронарных артерий, это и кардиостимуляторы мы ставим, это мы делаем аблации при нарушениях ритма, но это уже высокие технологии. Актуально, потому что у меня повышенное давление, я хожу и в нашу амбулаторию измеряю давление, и в поликлинику третью. Для меня это актуальная проблема. Я как человек, который у меня повышенное давление, в основном я все эти уже понятия знал, но для тех, кто первый раз, это очень актуально и полезно. В Бресте на начало 2018 года было зарегистрировано порядка 74 тысяч случаев заболеваний сердечно-сосудистой системы. Из них впервые выявлены заболевания у 11 тысяч человек трудоспособного населения. Окажетесь ли вы в этом списке, зависит только от вас. Вы смотрите итоги недели на БугТВ. Говорим о важном и актуальном. Священная цитадель над Бугом является мировым достоянием. Важно, чтобы на землю, которая хранит еще массу тайн и загадок, приезжало как можно больше туристов, ближлежащих и дальних стран. Для этого делается все возможное. Брестская крепость – это место, которое на протяжении десятилетий воссоздают в буквальном смысле по крупицам. Очередной этап работ, реставрация и модификация уникального места – полубашня Юго-Восточной казармы. Ремонт объекта пока держится в секрете, но для нашей съемочной группы руководство комплекса сделало исключение. Полубашня Юго-Восточной казармы или так называемый Барбакана в ходе исторических событий объект в разные годы играл разную роль. В 40-х годах XX века здесь находилась казарма, а после войны сооружение было оборудовано под склады. Вскоре помещение Барбакана переоборудуют в музей. Жители и гости Бреста смогут познакомиться с историей крепости, с момента ее основания и до окончания Великой Отечественной. Концепция нами разработана, работают художники, работают научные сотрудники мемориального комплекса, со специалистами, архивы, безусловно, используем. Предположительно, музейная экспозиция откроет свои двери в декабре. Новая точка притяжения появится в ходе проекта союзного государства, в рамках которого на сохранение сооружений крепости выделено более трех миллионов рублей. Музей уже начинает приобретать свои очертания. Вехи летописи цитадели будут представлены в семи залах второго этажа. Задействуют современные технологии. Детали пока держатся в секрете, но можно предположить использование 3D-объектов. В каждом из этих семи залов нашли отражение, наверное, эпизоды, основные эпизоды из истории Брестской крепости. Начало строительства, Первая мировая война, мы так полагаем, перед Польской, когда в Брестской крепости располагался Польский гарнизон, показать под другим углом оборону Брестской крепости. В следующем году планируется ремонт и музификация восточного форта, который находится на территории Кобринского укрепления и руин. Брестская крепость остается главной достопримечательностью города и одним из самых посещаемых мест в Беларуси. В 2018-м в легендарной цитадели над Богом уже побывали почти 400 тысяч туристов, более чем из 30 стран мира. Мы ездили на отдых с семьей за границу и на обратном пути решили заехать посмотреть это святое место, которое держало оборону, и первое приняло бой с немецко-фашистскими захватчиками. Состояние такое, наверное, волнение, вот это все, ком в горло подкатывает. Не без этого. Чувство гордости. Я был здесь в детстве, когда еще в школе учился, нас привозили сюда целым классом на эту как бы святую землю, которая полита кровью, защитниками Брестской крепости. Об этом много все слышали. Ну вот посчастливилось еще раз чувство гордости за за людей, которые стояли насмерть. Интересно, конечно, память это, я так хочу, чтобы все молодое поколение не забывало героев, не забывало то, что сделали для нас. И в завершении выпуска о спорте. Учебно-тренировочный процесс для спортсменов это как учение для военных, причем независимо от возраста атлетов. И чем разнообразнее тренировки, тем выше шансы показать высокий результат на соревнованиях. Одна из таких разновидностей подготовки спортсменов тренировочные сборы. Воспитанники Брестской областной сдюшор профсоюзов по видам борьбы, например, в летний период выезжают в оздоровительный лагерь Дубок Пружанского района. Для ребят здесь организована спортивная смена, тренировки на свежем воздухе, усиленное питание и, конечно же, смена привычной обстановки. Пятый год подряд детский оздоровительный лагерь Дубок, расположенный в Пружанском районе, принимает особую смену, спортивную. Для 73 воспитанников Брестской областной сдюшор профсоюзов по видам борьбы это хорошая возможность оздоровиться в летний период, а для тренерского штаба сделать учебно-тренировочный процесс более насыщенным и разнообразным. Это продолжение учебно-тренировочного процесса, но в то же время и, я так сказал бы, культурное развитие детей, когда проводятся массовые мероприятия, которые проводит руководство лагеря, оно сказывается и на развитии детей, и на ихнем самосознание. Распорядок дня обычный для лагеря. Из особенностей две тренировки – утром и во второй половине дня. Опытный наставник Югзар Бесланеев опекает представителей вольной борьбы. Под тренерским руководством Романа Житкевича и Романа Войтовича борьба греко-римская. Одно из перспективных направлений школы Тайквондо брестские мальчишки и девчонки осваивают под началом Андрея Лещева. А вот юные дзюдоисты приехали на спортивную смену вместе со своим тренером Александром Патрейко. Здесь идет как бы закладка фундамента на сезон. Потому что там уже мы делаем в течение года в зале делаем технику, а здесь идет функциональная подготовка, то есть формируем базу на целый год. Это подготовка к сезону, потому что дома на месте их так, может, не соберешь. Во-первых, это, с другой стороны, это сплочение коллектива. Они вместе кушают, там, быт. Поэтому, во-первых, дружба сплочает коллектив. Но это помогает на соревнованиях, что они когда дружны коллективы, и это как бы есть результат от этого. Я 10 лет в борьбе уже тренируюсь часто очень. Все 10 лет практически. Там были иногда травмы, там выходил из строя. Но будущее я свое вижу. Поступлю в институт, естественно. За него буду выступать. С борьбой свяжу его только вот таким вот образом. Ну, борьба мне нужна, чтобы поддерживать физическую форму, как хобби. Она воспитывает характер, и борьба очень нужная вещь. То есть, если ты борешься вот на ковре, это же не только на ковре борьба, это еще и борьба в жизни, самим собой. Ты перебариваешь какие-то ступени, ну, идешь вверх. Среди нынешних воспитанников профсоюзной из Дюшор немало перспективных спортсменов. Успешно выступают юные атлеты на республиканском уровне. Есть достижения на первенствах Европы среди кадетов. Все это результат грамотно выстроенной системы подготовки. К слову, возможность эффективно ввести в тренировочный процесс спортивную смену, итог многолетнего сотрудничества, руководство школы и пружанского райисполкома. У нас с 2015 года появилось такое отделение по греко-римской борьбе. Общее количество участников примерно ходит около 30 человек. Детям очень нравится, у них есть выбор. Немножко могу сказать другое про тэквондо. Про тэквондо это уже осело глубокими корнями на нашей пружанской земле, потому что уже прошло не одно поколение этих детей. И эти дети на протяжении уже многих лет показывают хороший результат и защищают честь нашего пружанского района. И также отстаивают честь нашей Брестской области. Впереди у юных борцов насыщенный спортивный сезон. А это значит, что накопленные силы и полученные знания им пригодятся уже на татами. Ирина Альшова, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук. Специально для итогового выпуска Бокинформ. 17 августа в Бресте стартовал международный турнир Кубок Белгазпромбанка. На домашнюю арену к Брестскому гонбольному клубу имени Мешкова приехали три команды. Израильский Маккаби, Российский Спартак и Испанский Гранальерс. Свою первую игру брещане уверенно выиграли, победив израильских гонболистов со счетом 42-25. И уже сегодня Мешковцам предстоит сразиться со Спартаком. Накануне турнира, который, по сути, открывает гонбольный сезон, брестская команда провела открытую тренировку. Наш корреспондент Ирина Альшова расспросила руководство клуба о целях на сезон и пообщалась с новым тренером Мешковцев Манолу Каденосом. Открытая тренировка Мешковцев накануне старта Кубка Белгазпромбанка это своего рода рекламный ход команды игроков тренерского состава. А еще показатель несомненного интереса со стороны руководства клуба в привлечении болельщиков на трибуны. Плюс хорошая возможность для журналистов узнать больше о тренерах и игроках в режиме реального времени. Задачи перед командой на нынешний сезон поставлены высокие, но выполнимые. В Лиге чемпионов у нас задача обновилась, должны выйти в одну четвертую финал, во всяком случае постараться это сделать, потому что последние три сезона была задача одна восьма и после достигнутой задачи, как показалось, немного игроки успокаивались. Поэтому немножко подняли планку и я думаю, что это задача по силам. Надо отметить, что задача попасть в четвертьфинал Лиги чемпионов поставлена неспроста. В межсезонье значительно усилился состав брестской команды и полностью обновился тренерский штаб. Его возглавил испанский специалист Маноло Каденос. Имя 63-летнего тренера в спортивном мире очень известно. Контракт с именитым наставником рассчитан на два сезона. На роль ассистента Каденос пригласил молодого тренера испанца Рауля Алонсо. Новому тренеру главное было, чтобы было время в зале предоставить. Он в принципе готов работать 24 часа. И игроки некоторые уже начинают жаловаться, что 2,5-3 часа это для них много, но так как новый тренер, новые требования, новые системы подготовки вообще у нас. Поэтому нужно как можно больше работать, чтобы потом был результат. Конечно, для меня все сейчас в новинку, но я очень рад поработать с клубом и я удовлетворен отношением игроков ко мне и всем тренировочным процессам. Что касается языковых барьеров, то общий язык мы нашли. У меня тоже не идеальный английский, а свои знания в языке игроки сейчас усиленно подтягивают. Взаимопонимание есть, и я думаю, результат будет. Сегодня под руководством Манола Каденаса тренируется 25 гонболистов, из них 4 новичка, которыми клуб обзавелся для усиления состава. Команду мешковцев пополнили разыгрывающий Сандра Абранович и правый полусредний Шеми Ивич из Хорватии, правый угловой Дарко Джукич из Сербии. Четвертым стал белорус Александр Бачком, его амплуа разыгрывающий. Гонболисты уверенно вписались в команду и сыгрались с основным составом и новым тренером. Пока еще судить так прям не могу, но сказать, Сергей Васильевич там чуть больше отдыхать давал, но нагрузки были жестче. У Манола больше работы конкретно в зале, то есть тактически, но постоянно. То есть есть такие нюансы, как бы все зависит от игрока, как он принимает. У нас выбора нет, нам надо принимать, у нас есть задачи, их нужно выполнять, поэтому неплохо, отлично. Кубок Белгазпромбанка, который в эти дни проходит в Бресте, генеральная репетиция перед стартом сезона Большого гонбола и первый домашний экзамен Манола Каденеса. Впереди у мешковцев еще две игры с российским Спартаком и 19 августа с испанским Гранальерсом. А уже 15 сентября брещане стартуют в гонбольном марафоне Лиги чемпионов. Задачи что для клуба, что для меня одинаковы. Безусловно, выиграть титул в национальном чемпионате. Отдельная задача Лига чемпионов. Выйти из группы будет невероятно тяжело, потому что у нас сложная группа. В ней четыре победителя Лиги чемпионов прошлых сезонов. Но будем пробовать. Нет ничего невозможного. Я считаю, что нам это по силам. Ирина Альшова, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ. Это были итоги недели на БУК-ТВ. Смотрите нас в эфире в 19.40, 22.50, утром в 7.15 и на нашем канале в Ютуб. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно. Если есть интересные события, факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте 54-63-67. Мы вас услышим. Прямо сейчас о погоде на ближайшие дни. А я, Павел Белявский, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. Погоду ближайших дней в Беларуси будут определять теплые и неустойчивые воздушные массы, поступающие с востока Украины. 19 августа в Бресте пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ночью и утром будет сгущаться слабый туман. Ветер неустойчивый, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью плюс 16-18, максимальная днем 24-26. 20 августа в областном центре Брещины будет наблюдаться переменная облачность. День пройдет без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер западной четверти, умеренный. Температура воздуха в ночные часы составит 16-18 градусов. Днем воздух прогреется до 28. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова